Из-за пандемии выборы, как известно, длились три дня. У каждого избирателя было время хорошенько подумать и сделать свой окончательный выбор. Губернатор Рязанской области Николай Любимов голосовал в 4-м лицее. И первое, на что обратил внимание глава региона, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Три дня для того, чтобы людям было удобно. Кто-то не может с работы уйти в пятницу, кто-то в воскресенье на даче, кто-то не успевает. Но часто бывали жалобы на это. Но за три дня уж точно те, кто желает, точно обязательно придут, проголосуют, сделают свой выбор. И я в воскресенье именно пришел голосовать. Потому что в пятницу, в субботу больше приходилось наблюдать за тем, как у нас работают участки. Как они открываются, есть ли нарушения. А сегодня вот решающий день, когда уже, наверное, окончательно всем надо определиться с выбором. За чистотой выборов в Госдуму 8-го созыва в Рязанской области отвечали 3000 наблюдателей. Впервые в этом году создали Центр общественного наблюдения. На протяжении всех дней общественники и представители партий следили за ходом голосования. Важный момент. Видеозаписи с избирательных участков будут храниться целый год, если будут разногласия. За два дня на эту платформу было размещено более 12 тысяч сообщений от наблюдателей. Это по региону, да? По региону, да. Все избирательные участки мониторятся видеокамерами. Вот у нас мы видим реальное время, сейчас голосующие люди. А посмотреть было на что? Кто только не приходил на избирательные участки. Вот, например, миньон, а вот водолаз. Не прошли мимо и героя рязанских былин, Авдотья Рязаночка и богатырь Евпатий Калаврат. А еще русская народная балалайка и гармошка посетили один из избирательных участков, где поздравили всех с Днем Смайлика. Мы пришли проголосовать и поздравить всех с Днем Смайлика! Предварительные цифры трех выборных дней обнадеживают. В Рязанской области проголосовало 428 685 человек, то есть почти 48%. Победу предсказуемо одержала Единая Россия, набрав 49,17%. 156-й избирательный округ Рязанский одномандатный. Красов Андрей Леонидович 39,57%. Струков Олег Николаевич 13,78%. Аверин Александр Алексеевич 11,12%. Скопинский одномандатный избирательный округ номер 157. Хубезов Дмитрий Анатольевич 48,06%. Морозов Евгений Николаевич 14,66%. Шерин Александр Николаевич 13,84%. В отличие от других регионов, в Рязанской области свои голоса люди отдавали без лишнего эпатажа и серьезных скандалов. Так называемые технические ошибки решались на месте. Ну а каждому, кто проголосовал, полагался приз. Ручка, маска и перчатки. Лучше подарков пандемию себе трудно представить. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».